парни сегодня попробуем вот какой теме пообщаться всем не совсем не про гитары а проведение собственного блога но не за корпоративного блога собственного блога вот как у тебя какие какие точки 2 миллиона подписчиков это никто не ожидал что так получится могу сразу сказать и я убежден в том что если нет харизмы на канале да вот если нет у человека харизмы который ведет это все то ничего не получится чтобы он не делал я не говорю что у меня какая-то особая харизмой и что такое но я лично сам не смотрю никогда какие-то вещи когда они вещаются как-то неправильно как-то вроде должно быть по-другому должно быть это более ярко и что-то такое какая бы ни была тема должна обертку этого должна быть хорошая людей это цепляет изначально можешь объяснить просто ну просто рассказать хотя бы там харизма это вот например как как мы можем определить если вдруг человек не знает термин слова харизма не знает какое-то харизма слушай это очень сложно потому что это субъективно харизма она ведь она совсем совершенно разное это то что цепляет людей вот то что цепляет то есть это забирает внимание артистизм умение себя вести на камеру всякие зажимки ужинки затыки когда ты не можешь правильно нарезать это все то есть когда ты оставляешь то есть вот эти вот все вещи меня этому учили в театре чтобы этого не было на чтобы я мог я мог через каждое слово говорить например мне иногда это проскакивает но все-таки я стараюсь себя контролировать чтобы этого не произошло блин давай разберем в этой части две вот эти три три пункта ты говоришь первый артистизм да вы есть в рекламе такой пример когда ты рекламируешь ты не можешь просто сказать например это очень хороший инструмент и вам стоит его посмотреть не сработает никогда в рекламе ты должен как в театре ты должен чуть-чуть переигрывать потому что на камеру когда ты говоришь да если у тебя ощущение когда-то на камеру вроде говоришь думаешь что артистично потом смотришь а там нюни сидит такая вот такая штука то есть то есть можем вы сказать первый пункт артистизм заключается в том чтобы чуть-чуть переигрывает например или или но чуть-чуть эмоции ну то есть нужны эмоции нужно неважно каким образом ты должен вызвать эмоцию человека но ты можешь сказать что ты должен чуть-чуть сильнее быть эмоционально на более сильной волне на более высокой вам если говорить обо мне то как я веду да я замечаю за то что я делаю это чуть чуть больше эмоций чуть гипертрофированное состояние и как только вот заканчиваться съемки то я сразу возвращаюсь себя обычного да можно подумать что я веду себя также как на камеру так в реальной жизни но не совсем так вот чуть-чуть этого все равно на камеру больше потому что я знаю я вот за четыре года вроде как научился это делать ну по нужному поддать на камеру вот поддать а у тебя нет ощущения что некоторые переигрывают здравствуйте если вам не нравится это видео выключайте нет ощущения что или это нужно все таки я никак не могу мне кажется вот такие вещи как ты говоришь да то что ей всем привет нажмите на колокольчик подпишитесь это все таких стиль это им нужно потому что иначе теряется их образ а он такой весь пам-пам-пам-пам это то что раньше было модно как ивангай да помнишь вот эти вот все вещи это все было они же запада взяли вот эти вот супер эмоции появилось это здесь у нас тоже было но я имею ввиду про популярных людей это все вот это пам-пам-пам-пам и отработало людям нравилось вот это сумасшествие сумасшедший рваный монтаж сумасшедшие эмоции это нужно но мне кажется он он же был подросток и он как по подростковому смешно это дело то есть не она не особо ну как бы не выглядело что он особо играл выглядел что просто чуть-чуть о чем мы говорим выглядело что он чуть чуть просто берет более высоко как мы на сцену выходим мы не можем сказать здравствуйте я такой секой мы все-таки даже люди до вокруг нам нужно становиться над ними а как мы можем более сильнее более харизматичный но если бы просто раскладывать на какие-то такие понятные вещи более высокий национальный уровень мы делаем на более все мы кстати тоже сейчас стараемся раньше я там тоже меня сейчас мы стараемся все таки более не знаю насколько у нас это везет какой-то к эффективности но мы немножко стараемся хотя у меня такой неоднозначно ладно хорошо второе блин не забыл что сказал 2 это важная штука про то что нужно контролировать свою речь контролировать свою речь то есть учиться контролируется у вас эти все в порядке кстати это правильно что держит что отрезаете но в любом случае да я не замечал какие-то слов паразитов особенно это раздражает людей когда очень много одно слово повторяется у меня слова поразить типа но это в реальной жизни в разумеется когда я снимаю основной свой сюжет а это все расписано заранее я не использую этих вещей контролируешь а нет ли у тебя ощущение когда ты слишком себя контролируешь ты теряешь немножко живости свои какой-то сам самоконтроля то есть у тебя вот здесь из план ты его выполняешь и вроде бы ты со своими состояниями теряешь нет такой очень нету я тебе расскажу почему когда я пишу и каждое слово которое написал я в голове продумал эмоцию на это слово то есть как будто я уже на съемочной площадке я когда спешу и прямо написал и делаешь то что написано конечно да я и я но так меня учили да все в театре так ну то есть ты ты читаешь и уже понимаешь как ты это сыграешь вот ты читаешь фразу реплику и себя в голове прокручиваешь как бы ты это сделал на сцене вот тоже самое я пишу свой текст и уже знаю какая эмоция здесь где здесь улыбнусь куда я посмотрю камеру то есть все прописано максимально даже у нас бывают конечно же ой не на монтаже она при продакшене у меня бывают моменты когда хочется вырваться из этих рамок и добавить что-то в тот момент когда я это говорю я все равно же я не робот я могу я могу вырваться я просто заканчиваю говорить то что я написал то что я запомнил это что душа прям жаждет то я начинаю говорить а потом мы это нужно или не нужно оставлять этому жестоком или же конечно конечно бывает иногда но это не часто потому что все-таки пишу я очень долго сценарий это около двух недель все готовится нет один ролик около месяца вот и это на все про все а две недели готовится именно сценарий поэтому я все успеваю записать прописать продумать 200 раз план я видел как-то интервью на я люблю бизнес интервью с мамутом который владелец вообще всех мегафонов всего на свете один из богатейшим если у тебя какой-либо рецепт ну как как можно делать вообще вот так да все люди там вот у нас магазином и весь день я занят этим магазином одним-вторым а тут мамут у которого одна компания такая есть какой секрет план должен быть вообще видео продакшене главное чтобы тебя был план правда я понимаю что вам это невозможно как-то сделать нет сейчас кстати говоря мы без этого просто не будет не имею ввиду что вы берете в руки гитару и вы они все знаете вы говорите об этом вот прямо от себя и это это круто выглядит это живо очень я смотрел обзоры на всякие разные год гитары которые мне были интересны я смотрел даже первые обзоры ты говоришь то что скучновато там на самом деле в этом есть как это душа и ламповости стиль возможно да но это все равно конечно ни в какое сравнение идет с таким успешными супер блог я вот просто пытаюсь выяснить ты думаешь это реально сделать из гитарного магазина блок который будет прям супер успешный знаешь я тебе скажу в чем проблема есть у меня знакомые каналы которые снимают очень здорово очень крутой продакшен но там нет основном основного лица на канале то есть он как бы разуме нет не децентрализован как-то сказать в общем там много людей ведущие то есть они постоянно меняются это научные какие-то руководители в общем какие-то ученые и так далее они все сменяются люди не запоминают их он появился один раз и больше не будет и поэтому просмотров не так много а когда появляется тот человек которого они уже видели просмотров больше то есть вернулся тот самый человек которого они уже ждали основного и и подписались ты из-за него да то есть возможно возможно да и вот здесь такая проблема что если много человек появляется ты не понимаешь как бы кого смотреть как мне кажется вы ребята так не не ставьте нам дизы мы так заговорились между собой на самом деле мне хотелось бы информацию проявить в пространстве чтобы и вы тоже возможно и вы будете делал может уже делайте блок может быть уже делать какой-то мощный сильный блок это да я же с чего и начал нужно воспринимать свою компанию это говорю не я это говорит гарри ви один из самых влиятельных спикеров вообще в современности он говорит что рассматриваете себя и свою компанию как медиа компании чем мы пытаемся заниматься говорить мы немножко заговорились между собой но но будьте с нами очень мнение не выключаетесь данным нет не отключайтесь смысле ментально стей тент да то есть план но вообще на самом деле это для меня новость мы пришли эмпирически к плану еще сделаем тоже план и исследуем пытаемся исследовать потому что в нашем плане мы разложили какие-то триггерные вещи которые влияют на успех на нашего дела то есть мы их выявили и мы теперь их делаем системно и уже мы можем прогнозировать результат а например какой например скажи какой план вы придумали у нас очень очень просто смотри у нас должна быть первая личная история то есть гитара обязательно должна нравиться например я люблю вот такие гитары я не люблю рок гитары меха метал гитары я никогда не смогу рассказать о них но смысле я наверное смогу про них расследование возможно досмотра да но мы это никогда не сделано например нас юра любит bluegrass акустик такую музыку он любит дредноут и и он когда говорит он не выльется при играть да но у него есть план он расписал но он не играет то есть он не не сочиняет никакой ерунды и он сам написал и сам это это хорошо это меня навел на мысль что ребята те кто заводит до канала сейчас делают и вообще те кто смотрят планирует что-то развивать ничего не получится если вам это не интересно вот на какой мысли не звезд нет здесь да вот да если если тебе не интересно то чем ты занимаешься и было таких много примеров мне ребята писали и спрашивали же не хочу популярный канал пожалуйста расскажи как сделать популярный канал я говорю я не знаю как сделать популярный я потому что ко мне это пришло все случайно и но мне нравится чем я занимаюсь и я делал два года в никуда если у вас есть возможность делать два года в никуда зная что у вас ничего не получится лучше подумать что ничего не получится чем изначально подумать что все получится а у вас ничего не получится тоже так же я врывался на youtube и думал сейчас сейчас мы сделаем два выпуска я сразу меня был план изначально мы отсняли два выпуска тут же залили их в один день то есть у меня был план появление на ютубе ничего не получилось я подумал да как так мы же планировали не нужно ничего планировать нужно просто делать делать то что вам нравится и в какой-то момент если все сойдется если повезет то это даст свои плоды но какое-то время в никуда нужно будет поделать но если расскажу такую историю я недавно прочитал путь бусидо путь самурая очень классная история путь самурая если самурая идет на ну скажем на если самурай выбирает какой-то путь да он выбирает тот путь который ведет к смерти то есть из всех путей он выбирает один тот который ведет к смерти Почему? Потому что если не смерть, то величие. То есть он не выбирает посредственный путь. Представляешь, какая интересная штука. То есть он мог бы сказать, окей, я пойду сейчас того сделаю и как бы все нормально верну. Но он не будет велик. Он не прославит страну, не прославит свой клан. Он идет выбирать. И когда он побеждает в этой действительно сложной битве, он тогда становится велик. Он прославляет клан, прославляет страну, прославляет свой род. И такая штука. У тебя же похожая вещь. То есть ты говоришь, да, ты говоришь, ты готовься, чтобы у тебя ни черта не получится. Но ты говоришь, да, достаточно большой срок. Два года, блин, два года. Прям в никуда. Чтобы ты понимал, это просмотров намного меньше, чем у вас было даже с самого начала. Это... Да, поверь, есть. То есть я набирал 500 просмотров. А выпуск там на 10 минут, который... Сейчас я по 40 минут делаю, да, это какие-то вещи. Но тогда 10 минут было много. И мы реально готовились, снимали с разных ракурсов. И на выходе 500 просмотров. Но было какое-то расстройство, но при этом не отчаяние полное. То есть мы знали, что так может быть. Все-таки, когда ты приходишь на YouTube, нужно понимать, что это творчество. А творчество может и не выгореть. Ты должен... Путь отступления такой себе в голове подумать, что... Есть такой вариант, что ничего не получится. Потому что все-таки это какая-то штука субъективная, неоднозначная. Ничего может не получиться. Вот это нужно держать в голове. Верно, верно. Ты можешь настроить себе планов, что у тебя сейчас пойдет трафик, а он не идет, не идет, не идет. Сколько таких, конечно, случаев? Огромное количество. Да, это очень, кстати, важная штука. Я бы никогда в жизни подумал, если бы ты мне сказал. Потому что мы сейчас сделаем еще один проект. И я думаю тоже о одном канале. И как раз думаю, как же мне, блин, как же мне... Я немножко так боюсь, как и все, боюсь облажаться. Боюсь, знаешь, ты сделал шаг, и он начинает все разочаровывать и такая штука. Поэтому мы немножко, ребята, разобрались. И у нас был еще один момент технический. Можешь чуть-чуть рассказать про технические особенности. Ты сам сказал, что 40 минут, раньше 10 минут. Что технически? Мы с тобой еще немножко внизу поговорили про качество картинки, про качество звука. Может, техническую сторону. Хотя бы, если мы не понимаем, что такое харизма. Если мы не умеем вести себя чуть-чуть более открыто, чуть более артистично, то тогда как технически нам не облажаться, чтобы человек сказал, ну, блин, парень, ты, блин, я не артист, не артист. Ты какой-то вообще нюня, и звук у тебя. Ну, смотри, вот в плане картинки именно у вас все в порядке. Ну, это вот последний ролик. Слушай, ну, все равно, вот, даже те ролики, которые, помнишь, вступительные, то, что приходите в гитарный клуб, это все снято же на стадикам, допустим, уже. Вот это уже было приемлемо, хорошо. Слышно, там, юфаймер просто. А, ну, возможно, выглядело как стадикам. Мне понравилась очень картинка, поэтому я и заметил этот магазин, вот. И после этого пришел сюда. Мы много использовали с айфона. Знаешь, у меня была такая, в самом начале... Протоксальный штука, расскажите. В самом начале у меня была идея. Снимать все на фронтальную камеру, тогда еще, там, 5 вайфо, 5 сес, что ли, айфон. Ну, и я просто ставил фронтальную камеру и снимал. У меня была идея такая, что я все равно вам не расскажу... Я делал про укулеле или про гитару. Я все равно вам не расскажу, как она звучит. Вы все равно не услышите. У меня же нет студии здесь, да, чтобы... А на студии есть постпродакшн. И черт его знает, как она на самом деле звучит. Но я расскажу вам свои ощущения. И мои ощущения вы можете услышать через просто фронтальную камеру, через микрофон. Почему? Потому что я сразу тогда подумал о себе. У меня была тогда целая философия. Сейчас она изменилась. Я подумал, что как я выбираю машину. Я там, ну, у меня был там каких-то куч машин. Я прихожу, если мне нравится человек, он говорит, слушай, вот ты не похож на человека, который будет ввести BMW. Говорит, эй, братва, там, ты не похож. А ну, ты похож на такого, давай я тебе там покажу. И мы стали выбирать. И сейчас я понял, что мне нравятся высокие машины и все. То есть мне нравится, мне нравятся черные, ну, такие вещи. То есть я просто доверял. Он мне рассказал технические характеристики. В конце концов, я ему доверял. Мы прокатились, я просто забирал машину домой. Вот и все. То есть я даже, такой ржачий, я даже когда подъехал на заправку, мужики все ржали. Потому что я не мог ее завести, капот открыть. Я просто был как самый распоследний блондинка. Я говорю, мужики, разберитесь, блин, сами. Что я тут? Я не открывал. То есть у меня была такая философия. Вы либо мне доверяете, и тогда вы просто идете и покупаете такой инструмент. Либо просто не доверяете. Ну, а как еще человеку быть? Вот он смотрит, выбор 10, не знаю, 20 штук. И он видит какой-то очкастый чувак. Ну, вроде бы толково что-то играет. Вот такая была история. Я всегда... Мне хейтили страшные. Я говорю, да блин, ребята, вы все равно не услышите. Да я сейчас поставлю микрофон самый лучший на земле. Найму, блин,айберовод студию, которая мне сведет. Вы все равно не услышите настоящий звук. Вы приходите лучше с вами пощупать. А сейчас послушайте просто мои субъективные, конечно, ощущения. Ну, вы видите меня, ну, верите, покупаете. Не верите, ну, как бы окей. Вот такая была штука. Но сейчас я вижу, что это, блин, не совсем работает. Это не работает, и эта философия не для всех. Я понимаю, что ты хочешь сказать. И всегда... Сейчас я уже... Да, всегда такие штуки, они как бы... Ну, насчет гитар, да, они субъективные. Вау, мне, как продавцу, нравится этот звук очень сильно. Да. А если... А вы можете прийти его пощупать. Вот. Это всегда субъективная штука, но если она снята еще качественно, это уже прям совсем плюс. Это цепляет. Меня цепанула картинка, я посмотрел, меня цепанул звук. Вообще, главное, что я считаю, звук должен быть крутой. Вот. Видео должен быть звук крутой. Это должны быть или петлички, которые не пердят, или студийные микрофоны, которые хорошо, да, не звенят ничего. Потому что у людей не возникает никакого желания смотреть на хрипящий звук. Они не выносят этого. Все-таки слушать, да, мы слушаем. И когда что-то мешает нам слушать, это прям нарушает всю атмосферу. Верно. Ребята, вам 100% сейчас мешает слушать. Мы здесь находимся на втором этаже и не надели петлички, потому что у нас какая-то проблема с землей. Она не начинает хрипеть. Мы еще не разобрались. Но поставили конденсатор на микрофон, они будут ловить. Вы уж извините. Мы говорим тут про звуки. А самих, ну, блин, ладно. Я действительно вижу иногда, особенно это не то, что в YouTube, я вижу в Facebook, когда люди делают просто видео, значит, что угодно. Ходят, блин, на калькулятор. Но когда звук четкий, вот я буквально сегодня смотрел, и я думал, почему я залип, я только сел, с утра проснулся, включил Facebook и смотрю англоязычные блоги, и думаю, что я так залип. Я прям тоже подумал о том, что звук классный, картинка. Потом, если ты присмотришь, засвет, пересвет, тени, но звук. Это парадокс, действительно, потому что вроде бы картинка ужас, но звук в порядке, мы смотрим. А если картинка отличная, а звук ужасный, мы не смотрим. Вот парадокс. Это даже наоборот, мне кажется, отталкивает. Меня это отталкивает, когда о картинке позаботились, а о звуке не позаботились. Хотя мы сами, конечно, грешим этим постоянно. Но у нас буквально... Не настолько сильно. Я говорю именно прямо о запущенных случаях. Если вы начинаете, пожалуйста, озаботьтесь... Озаботьтесь... Озаботьтесь. Озаботьтесь тем, что у вас будет изначально все в порядке с технической частью. Я не говорю, что нужно покупать что-то дорогое. Я даже рассказывал ребятам о том, как сэкономить все. Мы изначально свет делали не такой крутой, как здесь стоит. А изначально это палки из обе. Знаешь, вот такие просто светящиеся палки. Да, да, да. По 500 рублей. Мы их в треугольник ставили и делали из этого софтбокс, получается. То есть, минимум вложений. Петлички у нас были какие-то совсем стрёмные за 5000 рублей. На 5000. На Али сейчас за 700 рублей фонил. Да, даже так. Понимаешь, главное, чтобы это все не фонило, не сипело. А потом ты на постпродакшене это чуть-чуть еще подкрутил. Сейчас мы этого не делаем, потому что меня устраивает звук с родной петлички, которую мы делаем. А так звук подкручивается, все подкручивается. Главное, чтобы было желание, хотение делать пока что в никуда. Зато потом, я смотрю, люди приходят на первые выпуски 4 года назад, которые были, и говорят, 4 года назад он снимал так. Я смотрю, рвать тянет меня от того, что я делал раньше. Серьезно, это прям ужасно. Мне не хочется смотреть. А люди приходят и говорят, как? Как? Никто не замечал, а ты делал. На первых выпусках, там сейчас тоже по 2 миллиона просмотров. Крутой, крутой финал. Поэтому, ребята, давай, наверное, ты резюмируешь, потому что я-то... Давай, лучше ты. Так, а что мы в итоге? Просто резюмируешь. Если мы думаем о том, есть ли рецепт раскрученного, скажем, или потенциально раскрученного, потенциально популярного канала, если он есть, рецепт, он заключается в следующих вещах. Первое, это, как ты говоришь, харизма. Смотри, я бы ее на конец оставил, потому что это самое важное, как я считаю. Изначально я бы немного вложил в аппаратуру. Изначально. Хорошо. Первое. Первое, это чуть-чуть вложиться в продакшн. В продакшн. Что именно? Звук первый. Звук, картинка слегка. То есть это камеры сейчас все снимают в Full HD. Любой объектив ставишь. Главное это вывести, чтобы это не шумело. Чуть-чуть подцветкорить. То есть нужно вкладывать еще силы в то, чтобы научиться монтировать. Научиться обрезать всякие Э, Б, М и так далее. Цветкор звук важно чуть-чуть перенасыщать цвета. Нет, нет, нет. Цветкор на любителя совершенно. Мне очень нравится приглушенный свет у вас. И какая-то такая, как будто ретро чуть-чуть обработочка. Мы делаем верно. Я бы чуть-чуть добавил, позволишь. Мы делаем следующее. Это изначально наша задумка, чтобы у нас была немножко ретро, потому что у нас мужики одни. И мастерская. Мы не можем выглядеть такие прилизанные, такие хорошенькие ребятки. Нам нужно обязательно передавать атмосферу. Пыль немножко, немножко грязь. Мы используем видео с айфона специально, намеренно, чтобы просто не быть вот таким вот прям заслуженным работником культуры. Пусть она немножко будет суета, хрипота, да-да-да. Пусть будет реальная жизнь, потому что ведь у нас нет ничего гламурного. То есть когда вы реально приходите, вот когда люди приходят к нам и говорят, блин, я уже видел там на самом деле. Они видели то же самое, мы же не скрываем. Даже наоборот, мы могли бы сделать из этого, наставить свет, все, и люди бы смотрели бы, вау, как новостная такая передача. Но мы делаем немножко такое, как бы, неряшливо. Хотя стараемся, конечно. Нет, делайте все правильно. Я бы так оставил. Могу я добавить твои слова, как цвет кор и картинка, пусть она служит основной цели. То есть если я так... Передача настроения? Передача основной цели, основного месседжа. Если это канал для девочек, да, про косметику, ну, конечно, здесь должны быть перенасыщенные цвета, да, желтые, ярко-розовые фоны, естественно. Если это канал, ну, скажем, в нашем случае, где мужики пилят, строгают гитары, ну, конечно, это лишнее. Пусть будет немножко... Мы выводим тени, мы немножко делаем вымытую такую картиночку в стиле вот прям мастерских. Как будто смотришь фотографии мастерской. Они вечно такие-то пылищи там, как кажется. Но это служит общей целью. Детский канал, конечно, тоже должны быть яркие. И техноканал тоже яркие, как правило. Вот. И то, что я снимаю, это что-то такое более высмеивание РЕН-ТВ, может быть. И поэтому, как бы, позная врага, будь ближе к нему, или как там говорится... Немножко цитируешь. Да-да-да-да. Ну, то есть быть к врагу ближе. Вот. И стараюсь передать тот смысл, но при этом чуть-чуть высмеивая. Ну, то есть вот как-то так. И поэтому атмосфера соответствующая тоже. Накидываю фильтры фильмовые. Это немного шума, немного грейн, тени. То есть вот это все игра теней. И это все вам поможет, если вы зададитесь целью сделать именно антураж. Вот. Так что антураж очень важен. То есть это звук, свет, картинка, картинка, звук, антураж, цветкор. Вот. Это изначально то, что вы должны продумать. План. И как зритель я бы советовал, конечно же, смотреть. Сейчас очень много видео. Голливуд, фильм скул, есть каналы разные, где показано правило третей, золотое сечение и правило правильного расположения света. Мы здесь, конечно, расположили свет, совершенно неправильно, но мы на скорую руку. Но есть возможности сделать это правильно, будет выглядеть вообще. И это бесплатная информация на общей видео. А уж платный курс на юзиами.com вы можете найти там просто гениально научиться сразу. И будет. Потому что это некрасиво, да? Иногда видно, что человек купил камеру, потратил на 1300 точно. И там оба, такой горизонт, и там свет. Или свет светит с такой стороны, что нос дает здесь вот такую вот тень. Открылась, и глаз твои. Ну да, такие штуки. Лучше бы, конечно... То есть нужно потратить какое-то время на обучение того, что вы хотите сделать. Та картинка, которая вам нравится, задайтесь целью узнать, как она расположена. Вот как-то так. Да, круто. Техническая. Второе... Это техническая штука. Второе. Тема, знаешь, даже не важна. То есть люди разные, они хотят делать все, что угодно. То есть это может быть наука, это может быть музыкальный канал, это может быть развлекательный канал, это могут быть... Да даже пранки сейчас опять начинают быть популярными. Это может быть студийное шоу, но вы должны понимать, что вам нужно, и из этого уже писать. Тут я помочь даже никак не могу. Знаешь, тема... Сказать, наверное, с интересов, может быть, да? Да-да, вы должны делать то, что вам нравится, потому что если вы будете делать то, что... Это, знаешь, такие цитаты, прямо из пацанского паблика, если вы должны делать, если вы будете делать то, что вам не нравится, у вас ничего не получится. Стив Джоб же говорил, это очень простая вещь. Если вы делаете, что вам не нравится, и у вас долго не получается, вы сольетесь. Ну, так. А может быть, вы сольетесь на том самом моменте, когда вот сейчас... Вот как ты не слился, бабах, и все. А сказал, да ну, к черту и матери, я пробовал, не получается. И мы бы с тобой разговаривали на эту тему, ты же говорил, вот знаешь, вот эти делать не надо. Ну, то есть, вообще бы другая картина мира была. Конечно. Это очень важно. Поэтому давай уже запишем это в скрижале, повторим слова Рамзеса и еще до него. То есть, надо делать то, что нравится. Это, конечно же, приводит чисто технически, просто дает энергию, энергии, жнут где-то брать, а вот и страсти. Да. Это именно энергия, которая в тебе возникает, да, ничего мистического, просто это реально помогает тебе как-то продолжать не унывать и добиваться. Потому что бывает исключение, когда люди, то, что им не нравится, они делают это только ради популярности, они получают свое. Но чем быстрее подъем, тем быстрее падение, как мне кажется. Это очень субъективное мышление, но на ютубе я очень часто на это натыкаюсь. Ты можешь дать такой совет, не торопи события, не спеши, делай круто и не форсируй. Форсировать можно, когда совсем ничего не получается. Вот, допустим, когда ты два года, вот просто стоишь, ничего не происходит. Тогда можно как-то форсировать события, но не так, что лезть в конфликты. Это плохой путь. Это путь, который ведет вверх, а потом быстро падение. Ты имеешь в виду эту недавнюю историю, когда все разоблачения... Это сейчас как бы до сих пор популярно. То есть... Время, я прям вообще... Я один раз посмотрел, мне ютуб просто... Да, 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 да. Очень много такого. И со временем люди, когда они это делают, эти разволочения, они уходят от этого со временем, потому что им надоедает, но это все-таки негатив. Я вот честно это не люблю. Ты знаешь, мы тоже... Мы однажды сделали Сашей такую штуку. Не совсем, но похожую штуку. И сами сожалели. Но решили оставить. Знаешь, решили чисто по-падсански. Вот мы лоханулись, ну вот пусть будет там. Ну и получаем по щам. И там до сих пор, как вы могли, мы смотрим ваш канал, вы ввязались в эту тему. Ну мы ввязались и ввязались. Какой-то на подъеме, да? Мы хотели что-то доказать. Знаешь, какая-то такая пищенячья. То есть мы хотели что-то доказать. И что-то вроде доказали, доказали. Да, это стрёмная штука. Но мы сделали такую кайс. Это видео у нас есть о сбор Pima Life. Это плохой формат видео. Приношу свои извинения. Дурацкий. Но пусть стоит. Пусть напоминает, что мы несовершенные, неидеальные. Вот были дураки. Нужно в какой-то момент, просто вы осознали, да у меня тоже был такой момент. Правда я удалил. Потому что это не нужно. Потом я осознал, да дурак. Зачем ты это сделал? Вот. Это не то, что там я кого-то обзывал, что такое. Просто ввязался в одну штуку. И зачем? Не нужно. Все, оставим, забудем. Нужно. Хорошо, что если люди это понимают, да, и оставляют это в покое, тогда хорошо. А если нет, то они продолжают. И они вынуждены копошиться в этом. Конечно, потому что провокации, провокации, провокации. И потому что люди уже подписались из-за этого. Да, да. Люди такие, ты что? Да, они воспринимают себя таким образом. Да, нам это не нужно. Делай или то, что было раньше, или как бы проваливай. Ты знаешь, блин, вот мы буквально Серегой с утра обсуждали, мы сейчас немножко делаем разные форматы, и мы сегодня обсуждали, не уходим ли мы от своего формата, внедряя еще другие форматы. И мы немножко так 50 на 50, знаешь, да даже 60 на 40. То есть такая штука. И мне кажется, что если я перефразирую твои слова, то важно держаться корней, важно держаться своего стержня, потому что если единожды люди, кликнув лайк, поставив тебе, написав добрый комментарий, что здорово, он с удовольствием будет смотреть и дальше, он подписался и смотрит, и вдруг ты предлагаешь ему что-то другое, что не соответствует тому ему, пусть даже имиджу, пусть даже ты являешься неким заложником этого имиджа, например, у меня там на канале есть такой имидж немножко такого занудного, такого умника, чувака, я его придерживаюсь, хотя я люблю им мотикнуться, знаешь ли, там и как бы и так похулиганить, так по пацану, ну я так держусь, потому что я заложник, все скажут, слушай, ну это что вообще, мы тебя такого не любим, мы тебя другого любим, вот такая штука. Есть. То есть держаться ли корней, считаешь ли это важно, держаться, не отступать, иначе ты начинаешь разрывать свою аудиторию, ты думаешь, а, мне еще не хватает аудитории молодых в школе. очень сложно, потому что примеров куча, когда это срабатывало. Я могу даже сказать, вот, сейчас я даже могу привести пример, есть такой канал, Дима Масленников, а этот человек, начал очень много, у него получит, а, 5 миллионов, сейчас такого подписчиков, и есть еще даже был влоговый канал, на 2 миллиона подписчиков, или что такое. Смысл в том, что на канале очень много всякого происходит, изначально это было, знаешь, держаться за корни, как раз то, что мы говорили. Это человек ходил по заброшкам, и, типа, мистика какая-то, вот, мистическая штука такая, вот, люди из-за этого подписались, потом в какой-то момент, он начал делать еще, проверка лайфхаков, и так далее, то есть на канале появился какой-то более детский контент, потом появился техноблог, то есть, еще телефоны и так далее, туда включились, и при этом, он продолжает делать то, что делал изначально. Я думал, что такое невозможно, что люди вот, начнут вот так вот все смотреть, но просмотры не проседают, то есть, понимаешь, смотрят и то, с чего он начинал, и совершенно другую тематику на этом же канале, то есть, есть исключения, и их очень много, если бы, я просто уверен, если бы я что-то начал другое делать, меня бы не смотрели, почему-то мне так кажется. Подожди, он сам делает один контент, потом он сам делает другой контент, не другие спикеры? Не другие, нет, он сам делает. Ну блин, надо признать, что он гений тогда. Да, ну как бы, понимаешь, и здесь, то, что я уже говорил, подписываются не на много человек на канале, а на одного человека, которого любят, на медийную личность подписываются. Не важно, что он будет говорить, главное подписываются на человека, они потом фолловят его инстаграм, и так далее. То есть, вот это все, это все вместе, это один человек, у канала у меня на канале три человека я моя девушка и мой брат да мы втроем как они участвуют там скетчу каких-то помогают мне по аппаратуре люди воспринимать да но люди воспринимают меня как канал то есть там не три человека как будто один то есть они не видят это это такая знаешь туннельное видение туннельное зрение они смотрят на меня и видят канал но при этом не замечают команды ну то есть замечают конечно но я в общем говорю о людях блин ты выглядишь как рецепт не правда это выглядит как рецепт давайте тогда тоже зафиксируем запишем что это это очень важно мелькать даже если если в контексте присутствует еще кто-то чтобы был один фронт менеджер да как фронт-группы как виктор цои группы кино все так было но мы же на примере даже групп мы сейчас музыкальным магазинем на примере групп можем понять но вот если допустим и сидись и выйдет выйдут без ангуса янга допустим что произойдет люди не поймут что происходит то же самое с любой другой группой фронт-группой какой-нибудь не выйдет а как бы как бы что да да иной раз и других ты не знают то есть да очень важный штук мы кстати нарушаем это правило и и наверное зря да я уже запишем это исправить вот и вас и последнее то что я хотел сказать это вкладывайте все остальное все деньги все силы все время в себя в харизму это очень важно невероятно важно опять же то что я говорю да подписываться на человека на медийного если он харизматичен подпишется на все что угодно если он харизматичен если он артистичен если он умеет подать себя так что я бы на вашем месте вкладывал бы все вот прям в себя то есть это развитие это это дикция это внешний вид конечно на неопрятного тоже не очень хорошо смотреть на камере а вот смотри кстати про внешний вид как же это технический канал вилсиком он такой чаби-чаби такой парень при этом у него не бывает такое знаешь что волос там торчит какой-то не в нужном месте все уложен да и все такое то есть если допустим знаю знавал я такие примеры когда человек ведет какой-то шоу свое популярное у него здесь огромный прыщ прям вот на носу или на губе да и он все равно снимает все комментарии об этом никто ничего не замечает все замечают только это точно я я знаю на дом музыкальном канале там был парень он такой очень очаровательный обаятель я любил смотреть но у него были всегда сальные волосы его не слушать говорить по мой волос и брат по мой волос люди замечают ладно тебе волосы пусть люди замечают и цепляются за это так ну что можно еще рассказать но про дикцию мы сказали да что нужно нужно обязательно дикцию свою развивать потому что иначе если у вас вообще есть такие штуки когда на ю тубе очень много популярных людей они картают шепеляют и так далее и это не вызывает у людей дискомфорт потому что это уже не к этому привыкли это как фишка такая вот но если это не работает вот как фишка это слышится как какой-то дефект то хорошо бы убрать я не говорю о каких-то врожденных дефектах а они умение говорить именно блин как бы объяснить я знаю я сам такое использую приемник у меня у самого объеме но я делаю следующее я посмотрел еще когда мне было лет 19 я когда учился у меня был и у щеткин педагог он делал следующим образом он никогда не бросал слова на ветер и говоришь его работа вот такая задача он говорит хорошо бросал сахарочек в чай размешивал уходил помнишь как в фильме могли да мне надо подумать он уходил а дк потом и говорил просто в тремя словами все но он говорил дай мне подумать и все их я сейчас тоже так делаю не знают как это выглядит может тоже подурацкий и иногда когда там дайте мне подумать и тогда уже люди дайте мне подумать на то есть такой call to action дай мне подумать сейчас а другой зал бишь вот это уже это ужасно я понять не могу как люди на телевизии не могут так себе вести вот допустим малахов все смотрят через каждое слово очень долгое это очень сильно отвлекает особенно тех людей которые этим занимаются и ну как-то слышат это это прям очень сильно врезается в ухо и ты уже вот когда это отложилось подкорку ты уже не можешь это дни не замечать это просто невероятно выбивает себя ты не можешь слушать ничего кроме вот этого очень сильно мест так что нужно работать над дикцией нужно работать над дикцией очень сильно да и работать надо эмоциональные все таки над своим национальным фоном то есть немножко так как будто на на симулятор здесь нужно найти золотую середину может быть можно сильно переиграть может быть нужно чуть-чуть поддать то есть как будто booster на тебе включились ты должен встать то есть в позу то есть это не должны быть какие-то зажатые штуки ужинки и так далее то есть ты не должен выходить перед камеру и нас сейчас я расскажу и под себе бы менять поднос поднос сейчас расскажу про эту гитару вот она так звучит спасибо всем всего доброго пошел как бы раскрыться людям показать сейчас как вы делаете сейчас я расскажу вам а вот такой-то гитаре это просто невероятно сочный звук начинаете играть спасибо за просмотр и все такое ну то есть это нужно нужно дать людям вот эту эмоцию чтобы они это почувствовали если вы замкнетесь в себе и будете сами для себя это делать себе поднос это будет не интересно смотреть поэтому мне кажется харизма это прям топ этого списка и нужно развивать себя но люди вкладывают в слово харизма очень много всего и я думаю что здесь это именно дикция внешний вид умение себя вести умение чуть-чуть себя подкрутить вот и появляется человек уже который может поведать аудитории что-то для и под конец мог бы ты дать совет просто тестировать знаешь как как везде просто включать себя записывать и смотреть как как ты разумеется нужно как мы это делали мы это делали мы записывали очень много всего изначально был план конечно план мы тоже забыли пишите то что все должно быть расписано все должно быть по плану мы изначально пошли все снимали снимали долго упорно монтировали долго и пока не понравился мне результат я это не вы на youtube не выложил вот был план то что выложу сразу два выпуска переснимали какие-то вещи и мне не нравилось вот но тот момент когда мне хоть чуть-чуть понравилось я уже начал это делать на тот момент это было максимум да вот нужно знаете потратить немного времени на то чтобы проверить и понять вот это вам нравится потому что иной раз я пять минут могу из выпуска убрать потому что мне не понравился заход на это повествование которое пятиминутное и все теряется дальше после этого не понравился заход пять минут можно смело выкидывать потому что это мое сугубо личное ощущение что вот именно этот кусочек он как-то выбивается я вроде везде вот такой вот здесь но не поддал чуть-чуть поэтому ощущения то есть ты как продюсером уже выступаю что уже не просто как медищик прям как продюсеру еще не так вы должны все люди которые собираются это делать они должны выступать личными продюсерами они должны у вас же нет команды у меня по сути тоже команды которые не профессионал да мы все вместе осмотрим материал смотрим где то что-то не нравится мы меняем у нас нет команды которые за это отвечают потому вы сам себе команда вот и нужно за этим следить важно абсолютно пока вам не понравится результат не знаю не надо но люди это делают люди делают и без какого-то монтажа знаешь просто разговор на камеру реакции выкладывают неважно что там что были зачем ты плевать вот а если вы хотите серьезно этим заниматься монтажом я имею ввиду что-то серьезно делать и не говорю что у меня что-то серьезное гарoperation если вы хотите заниматься чем серьезно тогда конечно нужно подумать о том что может быть убрать где-то что-то поменять да важная вещь блин огромное спасибо потому что это это тоже важный штук потому что я как-то полгода назад решила и даже опубликовался всяк что я сделаю курс по укулеле для взрослых потому что я подарил маме укулеле, и мне показалось, что это очень важная штука, потому что для взрослых развивать мозги – это очень простой инструмент, легкий, мне показалось, что это благородная идея. И я так ей загорелся, и мои родственники все уехали, я остался 6 дней дома. Я думаю, я за 6 дней все сделал, я не сделал ничего, я делал, делал, переделал, делал, переделал, и не выпустил так. Потом просто в себя извинился, сказал, что не смог, прям реально не смог. А сейчас делаю еще опять себе вызов, думаю, что уже сейчас прошло время, я думаю, смогу, но вот тоже поступил по-твоему, то есть не стал выкладывать, потому что это была бы шляпа, это была бы какая-то фигня, я начитался литературой, ты представь, я обложился, записывал, как делать продающее видео, как сделать, ой, блин, я просто заморочился так, а сейчас я думаю, что сейчас я из себя просто это все достану, не буду делать рецептурную какую-то штуку, я из себя это все достану, раз, два, три, хотя я сейчас тоже публично говорю, а потом скажут, где твой курс, где, я сказал, блин, ребята, простите. И но раз действительно лучше не выложить, чем выложить, а потом жалеть, и убить, этим убить идею, ты выкладываешь, и это не заходит, и ты убиваешь потенциал того, что ты хотел этим сделать, ну просто ты выложил просто не в подходящее время и не доделал, вот, поэтому все, дальше уже речи идти быть не может. Верно, верно, если я могу тоже еще чуть добавить, я бы добавил, когда что-то не получается, это я уже скажу не про блок, потому что, ну кто я, про блок, я просто скажу про наше дело, если что-то не получается, то работает очень крутой рецепт, пробуешь с разных сторон, немножко с другой стороны, на то же самое, немножко с другой стороны. Например, вот мы сейчас сидим в электрогитарном магазине, это не самый популярный, по акустике я считаю, что у нас самый популярный в стране магазин, много людей заказывают с разных регионов, откуда только не заказывают, с Варшавы уже начали заказывать, что там, нет магазинов или там с Дрездна, вот, а по электро нет. И я считаю, что у нас недостаточно целостная идея, реально, прям признаюсь на экране, и мы пробуем, давай думаем вот здесь, думаем вот так, то есть мы пробуем заходить, не бросать эту идею сейчас, а просто попробуй заходить, например, там с датчиков заходить и так далее. И сейчас у нас идея сделать более экспертный такой канал на электрогитарном, экспертный, то есть не сейл канал какой-то продающий, а экспертный, как датчики меняются, как перепаивать, знаешь, как это влияет на звук, как влияет электрика, электричество, ну такие вещи. То есть вы попробуйте такую штуку, потому что я точно знаю, я уже не такой бэушный немножко чел, я просто знаю, что многие вещи не получаются в жизни, никогда не получается, не надо, собственно, бросать, сейчас я буду делать, мотивационная речь. Не надо бросать, не надо реально, нужно заходить с другого конца и все, и все будет нормально. Вот вам, пожалуйста, пример. Два миллиона подписчиков. А какие коллаборации у тебя? Можно раскрывать? У меня были только с научными каналами, со смежной тематикой. Я имею в виду с брендами. С брендами очень много, это начиная от Microsoft, да, но это просто какая-то огромная компания, HP, слушай, все-все, да, банки. Все технологичные компании, скажем, скажем, да. Тихо, не важно, обращаются все совершенно, и это начинает от компьютерных игр каких-то, заканчивая тем же PlayStation, которая вот компания, потом начиная с Microsoft, заканчивая принтерами, ну, очень большой разброс, и еще нужно уметь отказывать рекламодателям, если тебе не нравится действительно этот продукт, лучше не надо, то, о чем мы говорили, если у тебя не лежит душа к этому, если тебе правда не нравится то, что ты рекламируешь, как-то выйдет не очень, мне кажется. Да, мы уже говорили об этом, да, мы этого всячески избегаем, если кто-то немножко не в тени, мы говорим, давай лучше лови, лучше ты, тот, кто любит на самом деле. Да, да. А, и еще, знаешь, что я забыл, очень важная штука, никогда не думайте, что вы чему-то научились, чем-то владеете очень круто. Смысл в том, что всегда есть куда расти. Я, мне вроде бы не надо уже расти, мне правда больше не нужно, но я целыми днями провожу курсы монтажные, ну, то есть, вот я учусь сам продолжать как-то новые штуки в монтаже, целый день зависаю на сайтах, чтобы покупать новые темплейты для своего монтажного стола, ну, то есть, вот, чтобы продолжить какие-то фишек добавлять, как обрабатывать фотографии и так далее. То есть, вот это вот все я продолжаю делать, как бы, а зачем? Уже 2 миллиона подписчиков, уже просмотров дофига, но мне хочется не еще больше просмотров и подписчиков, а хочется еще больше вложить в себя, чтобы делать это прям быстро очень. Во-первых, а во-вторых, делать это еще круче, потому что на месте нельзя стоять, нужно постоянно-постоянно. Мы сейчас полтора месяца, полтора месяца на Ютубе это огромный срок, люди успевают тебя забыть. Мы полтора месяца, отдавая себе в этом отчет, просто ушли с Ютуба, делали новый фон, доски брали, мы делали новый кабинет себе в квартире. Я сказал, пока мы не доделаем, пока не будет так круто, как я задумал, я ничего не выпущу. Прошло полтора месяца, я выпускаю ролик, за три дня полтора миллиона просмотров. Но это финал так финал, это, как правило, Toyota. Не знаю, не слышал об этом, правило Toyota. Есть завод Toyota, который выпускает, понятно, машины. У них есть такое правило очень круто, идет конвейер, да, и вдруг на какой-то линии работник, сотрудник замечает, что, например, сломался, не сломался, недостаточно качественно работает, например, стеклоподъемник. Говорим, да, машина будет есть, да это еще как будет есть, ее буду покупать, во, никто даже не заметит. Но он вынужден писать сигнал, он говорит, ду-ду-ду, стеклоподъемник не работает. Представляешь, что происходит? Весь конвейер, весь этот долбанный завод Toyota останавливается из одного стеклоподъемника. И пока его не исправят, конвейер не запустят. Они могли бы вычленить линию, но это правило Toyota, он уже давно это придумал. Они могли бы вычленить, здесь оставить, потом добавить, как это все делают. Нет, они останавливают все, как ты. Может быть, это и является тоже рецептом. Ну, ребятушки, в общем, спасибо огромное. Не знаю, как вы взяли для себя или нет, но вы точно 100% увидите, что мы все эти рецепты скоро внедрим. Не в следующий, потому что следующий у нас отснятый. А вот, например, недельки через три вы увидите, что? Вы увидите всех действующих лиц, меня и всех, кто участвует в процессе. Это то, о чем мы говорили в ролике. То есть мы не будем размываться на различных спикеров. Мы будем, наоборот, делать одну целостную картину. Это раз. Мы будем делать, я уже начал рассказывать, мы отвлеклись импульсивно на сценарий. То есть в сценарии в нашем, не в сценарии, а в форме нашего видео будет личные, обязательно личные истории. То есть я люблю этот инструмент, я посидел с ним месяц-два. Я точно могу сказать, что это, я прям говорю от сердца. Это личная всегда история. Третье. Мы будем говорить всегда какие-то факты, которые обычные человеки, которые не знают. Вы даже увидите в последних наших четырех, там может быть даже пяти, всегда есть такая форма. Мы всегда говорим какие-то факты, которые люди обычные не знают. Конечно, находятся в YouTube умные парни, которые знают. Это нормально. Но обычно в большинстве не знают. Это очень для нас важно. В конце мы, все-таки это канал коммерческий, продающий, в конце мы всегда, ругайте нас за это, не ругайте, мы всегда делаем сейл-историю. То есть мы всегда делаем продающие истории. Мы всегда говорим, ребята, мы очень сильно постарались сделать это видео. Мы очень сильно постарались сделать из этой гитары настоящий шедевр. И вы, когда придете, вы увидите, что все эти... Кстати, здесь не шедевр. Ты представляешь, что такая гитара 200 рублей стоит, 200 тысяч рублей. Ну как это? То есть мы все это доведем и мы покажем, она была и какая она есть. Мы покажем, что лады сверкают, что в них отражается вся наша красота в помещении. Вы увидите, что струнки заменены на новые и на исключительные струнки. Вы увидите, что здесь ничего не трясется, ничего не торчит, никакой пылинки, ничего. Что все ходит ровно. Когда вы включите, вы просто там очумеете. Это вот такая история. И мы всегда предлагаем заказать ее на сайте. Это наш такой прямой посыл. Вот такие вещи. Он со мной работает. Я увидел обзор телекастера Такай и пришел его послушать. Вот. Теперь я хочу его купить. Вот, вот что делать. Так что и вы, ребята, хватит там сидеть с Иднем. Переходите по ссылке. Я оставлю на это такая, на всякий случай. Описание вдруг вы захотите. Вы вдруг захотите. И тоже жмякните по ссылке купить. А так просто используйте вот эти приемы, если вы делаете YouTube канал. И вообще используйте их в жизни, в своих самопрезентациях. Потому что это офигеть, как сейчас важно проявляться. Я прям вообще заморочен. Всегда говорю. Проявление – это важная часть нашей жизни. Если ты сидишь с Иднем и нифига там стесняешься, отходишь на второй план. Я интроверт, еще каких свет не видел. Но я все равно сам стараюсь себя так заводить где-то. Знаешь, так давай-ка ты по жопе себе. Я выхожу. Ну, в общем, такие же. Это важная-важная вещь. Спасибо. Все, всем спасибо. Спасибо.